и всем привет и подписчики каналом рэпич инкорпорейт от веска с вами на связи но это там брэйдер шедов том рейдер 232 утра у по моему времени ну а у вас естественно привет вам птито все у всех обед ну или наступает он и все мы продолжаем заниматься larry croft нам нужно много чего найти много чего успеть нужно будет идти а вот сюда как раз китришка замы любопытно интересно туда и пойдем но прежде чем-то у меня ступить золото осталось ладно давайте выискивать второе задание так ближе тебя где второе задание могу понять этот забрали здесь я свалился я не могу понять где вот это задание у кого что забрать ты так идем туда вот сначала это заберем там же не должно было быть я же там все забрал и вы хотите чтобы я полазал по ну погнали ну что ли вы думаете что я оставлю какую-нибудь бумажку нет сэр заберем пройдемся главное чтобы можно было там хотя бы нет я думаю там можно пролезть там дадут наверное я замучаюсь заставить документ причем мы там смотри посмотрели все вот все просмотрели ничего не должно быть документик есть это скорее всего из-за того что я нашел рюкзачок и он расширил зону поиска и вот это бесит больше всего жара лютые невероятное причем все открыл прям вот насквозь но с другой стороны пока ночь можно спокойно все записать хотя уже светает забавно вроде бы только половина третьего уже светает ну и удивительно буквально на следующий день завтра будет 1 июля сколько в этот день весеннего равноденца точнее они весеннего равноденца это вот когда день будет больше длиннее чем ночь так что логично так отлично худшее испытание в мире оно вот там так 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 Так, а мне нужно вон туда, да? Наверх. Так, а мне нужно вон туда, да? Как я вообще мог упустить этот гробный документ? Я теперь забочусь его доставать. Нет, я уверен, его достать можно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Иначе бы такую возможность здесь бы нам не дали. Ага. Вот и все. Да. Не прячь хорошую еду от гостей, иначе она превратится в червей. Вы серьезно? Вот это? Я не против изучать местный язык, но вы серьезно? Вот говорить вот про это? И прячь хорошую еду? Она превратится в червей? А по умнее нельзя было ничего сделать? Все, теперь идемте в лагерь. Надо сейчас определиться, куда дальше. Кстати. Хорош. Да. Давайте-ка мы заберем-ка этот сундучок. Тут на всюку сумеет. Только вот этот сундук остался. Ну и вот здесь еще... Разбитые свистки смерти. Ну технически можем здесь пройти. Давайте вот сюда перенесемся. Нам дают такую возможность. Хочу воспользоваться ею. Сразу зачистим, чтобы... Вот реально, вот со времен туз и во второй игре... Во втором перезапуске Tomb Raider я с ума схожу, потому что реально вот это вывешивает. Что нельзя было забрать... Нельзя было забрать тот самый артефакт. То есть ты прошелся и все. Ты не можешь больше. Вот реально очень сильно выбешивал. Очень сильно выбешивал. Но это, видимо, они поняли по отзывам из второй части. И исправили это сделать. То есть дали возможность забирать. Ну, благо хоть дали. Сходим, заберем. Вообще забавно. С одной стороны... Вы знаете, с одной стороны... Я понимаю, почему они в Турции не сделали это дело. Во второй игре, когда мы перед Китишградом... Они не дали нам туда телепортироваться. Это логично. Ее же там нету. Она же в России, когда резко окажется в Турции снова. Когда застрял глубоко в Сибирь. Не бывает таком. Нелогично. А здесь она... Из джунглей Перу вдруг возвращается обратно в Косумель в Мексике. Близ Юкатана. Ну, ребят, это огромное расстояние. Самолет, извините, разбитый. Так что нет, здесь... Забавно, конечно, но... С одной стороны, как бы это приятно, а с другой стороны... Ну, игровая условность, игровой условностью... Но ты в результате понимаешь, что это уже какая-то сказка начинается. А там хотя какая-то реальность суровая, неприятная, но все же реальность. И ты понимаешь, что... Ну, упустил артефакт, все. Так, а тут мне нужно что-то под... Наверное, тебе. Знать бы, что мне еще расстреливать бы здесь. Тебе? Нет. Скорее всего, на протяжении всей локации будет какая-то вещь. Одна, помню, вот здесь висела, и я ее сразу сбил. А, вот. Вот это надо. Все. Теперь я знаю, что искать. Синеголовые черепа. Давайте выискивать. Скорее всего, один точно где-то здесь висит. Ну, это был бы... О! О-о-о-о-о-о! У меня сейчас... У меня сейчас завибрировал джойстик. Свеженькие. О-о-о! Смотрите-ка! Кажется, что на этом керамическом сосуде до Колумбовой эпохи изображены два бога, которые беседуют друг с другом. Символы между ними мне разобрать не удается. Немного пахнет грибами. А тут-то головоломок-то не счесть. Дальше угадаю. Какая, блядь, карта. Какая, блядь, карта. Ее здесь вообще быть не должно. Ага, вижу тебя. Тут не было карты. Здесь ее не было. Ага, вижу. да так надеюсь не цепляет я просматриваю на всякий случай на наличие так последний череп скорее всего снаружи будет ну дальше по коридору обычно я так понял на одну комнатку один череп и больше не меньше держалась хорошо молодец крот там что-то есть тщательно высматриваю чтобы уж точно ничего не упустить это мало ли здесь впереди будет последний то есть на одну комнатку один череп а это получается на сохранить такая реакция да ясно ясно нет покуп не должен быть и должен быть из нефрита а 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 Так, вот давайте присматриваться аккуратненько. Разбитые свитки смерти. Походу, один где-то здесь будет. Нет, не зацепилась. Я думал, он зацепится. Ну ладно. Я забыл эту локацию, честно говоря. Нам нужно наверх в любом случае. Потому что там сундук. Те-как. ну благодаря тому что я здесь уже все видимо расставил не будет проще да черепа должны быть на видном месте так что причем так чтобы но их можно было бы заметить но не слишком чтобы они выделялись вас вспомнил мумию стильно супер сын хотеп а и и и и и и и и Так, отличное испытание пройдено. Теперь сюда. Нет, давай туда. Как-то потом мне вниз спускаться непонятно, ну ладно. О, привет, извини, что на засавку я не поставил. Это я... Местному идол. Он золотоидный. Он бог конфликтов, он насылает на людей болезни. Он сорвал с себя кожу, чтобы накормить свой народ. И обычно его изображают в костюме из человеческой кожи. Возможно, из-за истории с одраной кожей, его часто изображают с полосками разных цветов, чаще желтыми, но иногда также красными и коричневыми. Последователи Шипитотека носили кожу пленников в течение 20 дней, после чего сохраняли ее, полагая, что она обладает целебными свойствами. Какой хотите... Жуткий рассказ. От Мискро. Пожалуйста. Жуткий рассказ номер 13. Думаю, получится. Но расстояние подходящее было. Тоже не вариант. Но... Фото того стоило. Надо проверять. Есть возможность, проверяй. Проверяй, если есть возможность. Давай, залезай. Да хватит крутиться, мне вниз надо. Жива? Молодец. Вот, кушай. Да хватит, да хватит юлить мне задницу ее. Вовремя заметил. Забрали главное. Одно очко только есть, да? Влага хотя бы одной есть, уже хорошо. Здесь разобрались. Теперь нужно понять, что делать с тем заданием. Ладно, давайте для начала вернемся к ионе. Смотрите, нам дали задание... Забрать третий артефакт ритуальный. Где, как, у кого, зачем, почему, ничего не объяснили. Надо бы сейчас посмотреть, если здесь есть списки заданий. Нет, они должны быть, эти списки заданий. Основные и побочные. Надо их поискать. Непонятно, как их включают. Нет, они как бы сами включаются, сами выделяются. В любом случае. Спомните хотя бы вот это вот... Писка мертвец с кубиками, которые я постоянно говорил в прошлый раз, по-моему, об этом. Да-да-да. Ну, или позапрошлый. Позапрошлый, по-моему, да. Позапрошлый, потому что лапку искали еще. Что там было? Надо было поговорить с четырьмя. Сначала с... Да, четырьмя изгоями. Трех сразу выделили. Четвертая появилась только один раз. Топот, конечно, это самая бабка. И все. Потом уже с самим Писковым. И... Готово. То есть, они как-то должны выделяться. Но тут нам ничего не дали, никакого задания. Может, я уже все сделал, как вариант. Наверное. Ведь я же все круг облапал, а все круг обшарил. Скорее всего, этот самый посох, который мы нашли, кстати, вот в наших прохождениях с вами. Помните, где я пытался сначала через яму, да я постоянно падал, потом указывается, что был альтернативный путь, и потом уже выход только у ямы, и все. Вот там, наверное, скорее всего, это и был этот самый посох, я так полагаю. Спасибо еще раз, Лара. Это очень много значит для будущего, пойдите. Да вроде сделано получается, ну да? Ну, смотрите, одно задание здесь. А, нет, вот оно. Все. Идемте туда сначала. Вот туда и пойдем. Сделано сначала вот эту побочку. Какой крепкий ребенок. Идешь ты, не уйдешь, а он такой стоит. Прямо как стол. Черт, сдвинешь. Папа, папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание у Нурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за Рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Ха, можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал Рог. У наказания они отравили наши посевы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав. Но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Я за Рогом пришел, а тут прямо Санта-Барбара с криминальной мелодрамой. Знаешь, что случилось с Куалей? Нет? А что случилось? Люди Кукулькана отравили Абру. И Куали решил украсть целебных трав. Которые могли бы ей помочь. Правили? За что? Видимо, Кабил помогает Унурату и ее мятежникам. Прости. О, Ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик. Чемали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. Идем. Так, мы на рынке. А. Так это же не рынок уже получается. Так, у меня немножко тоже проседает ребят, так что не переживайте. Так, у меня понимаем. Субтитры делал DimaTorzok Но золото все равно валяется Ааа Нет Ты что-то выделялся из симптомов То есть она Все ясно Я не вижу дороги Вы-то видите? Я вот вас смотрю У вас посветлее Ребята А у меня-то нет Ну хотя бы наконец-то открыли эту дверь Я думал не открою Так, ладно Где клетка? Стоп Ага, вижу О Второе кадило Нашлось Дядь, секунду Эй, кукулька Нубеки Да-да-да-да-да Да не ори Не на твою голову уже прыгнул Воришка будет наказан Эй, привет Эй, шик Чудесно Опять праздная болтовня Что тебе надо? Я хочу помочь Куале Вору? Ты опоздала Его приговорили к смерти за кражу Суровое наказание для воришки И ребенка Что ж, спасибо за сведения Не за что Какой опасный преступник Рыночный вор Сегодня он ворует А завтра может убить Как-то через черт Ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысенышей Всех до одного Особенно Юмила Да, его отец Змеиный Страж Но он-то нет Ну же, давай Мимо Нереально Больше я не унесу Ну давай, почти получилось Твой папа Эй, привет Эй, ты Ишик? Чужестранка, да? Да Да Приятно познакомиться Здорово Меня зовут Емил Во что играете, мальчики? Мы не играем Мой отец Жрец Змеиных Стражей Я взял его церемониальный нож Чтобы показать друзьям И это заметил Чемали Страж Чемали знал, что отец будет в ярости Когда не найдет ножа И забросил его туда А нож там застрял Я попробую помочь О, правда? Спасибо Этот уступ только для этого? Спасибо, Ишик Пожалуйста Эй, погоди минутку Взрослые все время прогоняют нас Но ты помогла Что тебе надо? Тш-ш-ш Я поговорю Чего ты хочешь, Ишик? В смысле Чем мы можем отплатить тебе за помощь? Я хочу помочь Куали Слишком поздно Его приговорили к смерти Ничего не поделаешь И Чемали Страж тебя ненавидит Чемали погонится за вами Если его подразнить? Что? Если он покинет пост, я смогу помочь Куале. Да, мне нравится. О, скажешь Куале, что мы ждём его в пещере? Он поймёт. Там его не найдут. Конечно. Идём. Аста, Райми, со мной. Самин, прикрой нас. Встретимся в пещере. Отойди, Ишик. Мы сейчас всё устроим. Чимали, ты трус! Ты сдохнешь рабом! Иди сюда и отведай моего ножа! Ха-ха, да. И лаем их какашек. Бежим, бежим! То есть... Баштэн. Воришка будет наказан. Это просто травы. Умоляю, я так... Твой брат рассказал о твоей беде. Стой, а ты кто? Я та, кто хочет помочь. Я не хотел, чтобы так произошло. Я просто хотел, чтобы мама поправилась. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. То есть украдены не изъяли даже. Спасибо. Вот они. Я побегу как можно быстрее. Ну, реально побежал. Не соврали. Собственно, это черба. А у них даже есть. Ну, знаете, сам... Вот я очень сейчас не одобряю Лару. Поймите правильно, она что сделала? У них здесь только за издевательством можно сразу лишиться головы. Она... Чтобы спасти одного ребенка, подговорила четырех... ...на соответственную казнь. Чтобы спасти одного, надо заменить их четырьмя. Чтобы штучно наверняка попозже кровушки. Нет, ну, реально, самый... ...опрометчивый поступок. Никто его не схватит. Обычный ягуар максимум. Я же сказал, убирайся. Куали свободен, а у меня есть трава для твоей жены. Правда? Ты пришла вылечить ее или обменять их на рок-короля? Вот, это тебе поможет. Боги с тобой, Ишик. Кабил, перестань быть засранцем. Отдай ей рок. Вот. Во славу будущего короля. Спасибо за все, что сделала. Спасибо. Ва славу будущего короля. Я не отдам, но во славу будущего короля. Привет. Спасибо еще раз, Ишик. Хорошо, что кубики у меня. Будет гроссмейстером. Кубинского дела. Какая тебе Аксатеса. Аксатеса. Так, сейчас это отдадим. Получается, сегодня сделали многое, да? Кстати, а где вот последнее вот это вот колечко-то? Там где-то, скорее всего. Найдем. Находили же, найдем. И снова. Он, скорее всего, где-то на городских улицах, не иначе. Извиняюсь, что-то реально мне кислородику не хватает. Привет. Товар заказывали? Ушла последняя, вернулась первая. И он и не врал насчет тебя. Рок короля. Как просил. Были проблемы с Кабилом? Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться. Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит? Ушла последняя, вернулась первая. Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло три дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает в воду, не зная глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. Хм. А где это? Беда Тарантино. Там спрятаны останки Манко от сектантов. Кто такой Манко? Манко был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куско много лет назад. Его зовут Спаситель Народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манко спрятали? Последователи Манко называли себя Орденом Спасителя Народа. Этот Орден поднял Ластане. Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить Орден. Манко сокрыли в надежном месте и оберегали. Но со временем Орден пришел в упадок, и это место было забыто. Найдите белое дерево. Нам сюда. Ладно, давайте хотя бы дойдем до туда. А, суд, подождите. У меня же теперь 2 очка аналога, да, ведь? Иона? Ну, как тут делашки? Тебе? Да, 2 очка. Увернувшись от атаки небронированного врага, выведите его из строя контратака. Беру. Наживите Б, чтобы увернулся от атаки противника, а затем проведите контратаку с помощью игрока. Б, игрок, ясно. Пора. Хочу запутать хорошее. Ладно, главное, что они здесь. Так, сейчас мы ее доведем до лагеря, давайте там. Можно было бы телепортироваться, но зачем, когда можно просто пробежаться? Так, нам к белому дереву. Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. Учу много чего говорит. Давайте сразу тогда заведем туда. Давай, залезаем. И там, скорее всего, будет возможность у нас наконец-таки это все дело разломать. Лара Крофт, последний. Вот и вход. Ага. Опля. Там теперь дырка. А раньше ее не было. А сейчас она есть. Там не было, мы проверяли, мы проверяли. Что ж, давайте здесь на этом и остановимся. Как раз 45 минут. В следующий раз пойдем спасать... Учу. А, не Учу. Будем спасать того, кто любит прыгать, не проверяя в глубину. Что ж, ребята. Ну, а с вами был Вескер, я вам был Ролда Чинка. Спасибо всем, кто смотрит. Спасибо всем, кто ставит лайки. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Ну, а с... В следующий раз... Активно пройдемся. Нас ждет и сюжет. И как раз таки спасение. Выполнил сначала вот ритуальные задания. То есть, я так полагаю, нас будут пускать по кругу. То есть, мы, смотрите, нашли сегодня один артефакт. В следующий раз заберем другой. И третий. То есть, все соберем. Потом пойдем уже дальше по сюжету. Тем более... Ну, реально начинается очень такая настоящая головотрепка. И это очень хорошо. Наконец-то начинается движ. А мы уже прокачивались по полной. Особенно благодаря местной бабке контрабандисту. Вот без нее бы не смогли бы. У нее есть жмарик. Пистолет-пулемет. И хорошие системки там всякие были. Реально, ей большое спасибо за... А, это мычки у нее были. Настоящие профи. Это сразу видно. Ну, и сегодня, кстати, задумываясь по поводу помощи отмычек, забрали все остальное и выполнили еще порошку достижений. Так что, ребят, готовимся, веселимся, наслаждаемся. И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода! Субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода! Игорь Негода!